Дмитрий Бродский возмущается, что леводемократического толка медиа не спешат приглашать Борового в свои эфиры на ютюбе. Получается, что спектр взглядов, которые мне близки, никак не представлен ни у Венедиктова, ни в рижском грэмбе. Что-то такое, я не знаю. Ни на дожде. Мне по этой причине неинтересно их смотреть. Вы знаете, очень много сейчас новых средств пасовой информации. Вот Волков делает, Навальнистый. Ну, по понятным причинам. Они меня не приглашают, и не пригласят, и не надо. Хороший тест для меня всегда был. Приглашают ли, слушают, цитируют ли Новотворску, Борового, Лерочку на «Эхо Москвы» в виде исключения. Очень редко. А Борового никогда. То есть, несколько выступлений было, я платил, как за рекламу. А одно выступление было эфир 4А, как-то это называлось. Ну, это просто пропагандисты. Меня позвали, чтобы зародовать. Чтобы доказать, что я, не любя Путина, совершаю преступление. Ну, вот, доказали, наверное. Очень хороший тест. И есть средства массовой информации демократические, которые использовали меня, Лерочку, для раскрутки. А потом, так, все, хватит, больше не надо. Я помню, я даже с Сережей Доренко как-то, какое-то средство массовой информации, вот он так использовал нас. До какого-то момента он сказал, все, нет. Это не его, вот эта последняя радиостанция, а предыдущий какой-то проект. Я встретился, говорю, Сережа, дорогой, что такое? Мы же тебе помогали раскручиваться. Спасибо, но больше не надо. Вот. Ну, кей же ведь стоп-листы. Понимаете, запреты. Ну, на эхе на том же. Ну, ладно выступать, но в блоге 50% того, что я писал, просто запрещали. Сайт блог... Ээээ... Блог... Тьфу. Сайт Эхо Москвы, где у меня свой блог, не заинтересован в этом материале от Константина Борового. Могу вам там начать перечислять, но понятно, что это не... Вообще, эта идея была эхо Москвы, эта идея была... очень провокационная. С одной стороны, с одной стороны, допустить до средств массовой информации представителей, ну, вот, демократических взглядов. А с другой стороны, на их же плечах, там, пронести... Кто там? Ну, там, на ЦАНДАМах, там, Навальный выступал. Максим Шевченко. Ну, не перцы даже, а пропагандистов. Он один из руководителей пропагандистской компании Шевченко. Вот. Лерочку пускали, чтобы там совсем не сдохло. Это средство массовой информации, так называемое. Дождь. Ну, Наталья Синдеева, у нее чуть сложнее ситуация. Понимаете, там попытка делать независимое средство массовой информации. Но есть рекомендации. Те же стоп-листы. То есть, вот, имейте право на существование до тех пор, пока не... У вас не выступают вот такие люди, как Боровой. Ну, и она не приглашает. И у меня рука не поднимается, там, язык не высовывается в чем-то ее обвинить. Просто выживающее средство массовой информации. Хотя сейчас все-таки все поменялось, конечно.